Добрый день Сегодня на Гомельшине выпал первый снег Супрацовники ДАИ, Дорожная и Иншая службы высветляла Ганна Ковалева Первое появление снежного покрова на территории нашей области обычно отмечается в середине ноября В прошлом году это произошло 24-25 ноября Но вот такая дата, как в этом году, это не аномалия тоже Потому что самая ранняя дата появления снежного покрова в Гомеле 26 сентября И произошло это в 1906 году На капрызы небесной канцеляры самой раннейцы зараховали усе дорожные службы У 11-1 держа этой инспекции увела специальный план на дворье Распочался активный мониторинг дорог Головная мета выявить небеспечные участки Поведомить про их дежурные части и дорожным службам Для этого выкористовывается у темлику и махчимости видокамер, установленных на улицах На очистку дорог от снега оперативно выехали свыше 20 одинок техники Самая складанная ситуация на автодорогах М5 до Жлобинского района и М10 до Калинковицкого У каждого из этих хрупок отправилась снегауборочная техника Наибольшая кулькость опадков зарегистрована в Гомельском, Чачерском, Рычицком и Лудокошалевском районах Где до речи минулой ночи больше 20 населенных пунктов И 8 молочных товарных фирм застались без электроэнергии В раздве с половой годиной все были подключены А лишь причину авары специалисты со снегопадом не связывают По словам метеорологов, первая снежная покрова, как правило, неустойливая Может протриматься от некоторых годин до некоторых дн Уже в субботу температура поветра почти повышается А опадки чекаются только в выгляде дождю Одночасово махчимы слабые туманы и гололед Супрационники да и закликают водителю быть максимально осторожными за рулем И заховывать худкостный режим Даже в областном центре все не ранится Зафиксовано больше за 30 дробных ДТЗ Обставины серьезной авары высветляются в Будокошалевском районе А вот пешеходам смены на дворье на дворот пришлися до спадобы Когда посмотрели в окна, сразу был снег, машины в снегу стояли Мы на санках катаемся, кидаем снежки Настроение супер, потому что снежок это приятно, но как-то рановато в этом году Не ожидал так рано снег, но в принципе хорошо Снежно, прекрасно на улице Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телередо, компания «Гомель» Фотографии заснеженных в улиц, ауто и парковок З'явились ранницы в социальных сетках Яугин Пабалавец собрал наибольшь текавая Прошнувшиеся ранницы 26-го Кострышника Жихары региону бачили за окном зуси меньший пейзаж И одразу принялись и делиться фото и ураженными сябрами в социальных сетках Особливо активные аутоаматоры Под сдымком своей машины один из «Крыстальников» инстаграма написал «А в «Гомеле зима»» подкралась незаметно У популярной «Суполцы» гэта «Гомель» детка, у иншей социальной сетцы «Крыстальник» выложил фото авары, каля мясокомбината Пишет, что потерпел их нема Яуген Каплант додал яшые два сдымки вместо авары Светки пишет, что на Новобелецким мосту бачили як минимум три авары Александр Купшихин у той же «Суполцы» разместил фото гипермаркета З вышини 9-го поверха со словами «Лето кончилось» «Крыстальник Август Шнайдер» публикует фото площади Ленина С комментарием «А у «Гомеле»» Дарья Громова зарабила фото в улице Жамчужной, Алена Стябкова в улице Яфремова Аутра гэтага фото Анастасия Лабузнова А гэта уже работа Наталья Семянцовой Стоянку машин иллюструе Артём Василенко А вот гэта цудовный сдымок зарабила Юлия Халобес Завершим нашагляд социальных сеток цитаты с «Суполки» гэта «Гомель» детка Видать, Кастрышник паспрашауся со Снежним, что той не сможе высыпать увесь снег, який был различен на всю зиму за один день А Снежин на гэта купився Протягиваем выпуск Сегодня завершается визит на гомельщину делегации Любовского воеводства Республики Польша Процовники гэта и краины сустрелись с керавництвом в области и ознайомились с экономичным потенциалом региона За ходом визиту сочил Олег Сентюров Сустреча с керавництвом Гомельского Аблова Конкама на протоколь между всем неподобны Уже у литеральной спеших квелин, размовы и деп, шляхах активизации двухбакового супрацовництва Любовское воеводство и гомельская область отповедное погоднение подписали еще в 2007 году И за минулый час поспели обменяться некалькими делегациями Разом с этим сегодня можно сказать об реальности поглубления этих контактов При тем, что працовники бизнесу в углу повинны працовать напрямую А по поширению супрацовництва, размова и подчас наведывания свободной экономичной зоны Зараз у свете наличивается каля 11 тысяч таких зон И задача гомельчан пропоновать саправды выгодные умовы Польских бизнесменов текавить иснуючие льготы, гаранты обороны инвестиций Максимальности поставок вырублены у Беларуси продукцией у иншей окраины Мы находимся 50 километров от границы с Украиной и 50 километров от границы с Россией Затем у нас на территории свободной экономической зоны имеются свободные производственные складские помещения Незадействованные Это бывшие предприятия оборонного значения и другие предприятия Поэтому можно в кратчайший срок прийти к нам в свободную экономическую зону и начать производство Ну и третье, это льготы, которые здесь предоставляются, налоговые и таможенные преференции Нельга казать, что польский капитал на гомельчане не поставлены у Вогули Але и вельми значным гэтае поставництва назвать так само нельгам Ваховяк плюс у Будокошалёвском районе, что займается живёлагодовлей И плануя открыть властную перепроцовку Протяглый час был бодай одинным прикладом, об яким казали на всех узровнях В минулом году почалась реализация ящерного значного проекта Основный на керонок тут в творчестве мебли Самый великий инвестпроект, который зараз реализуется на гомельчане Зуделы польского капитала, предприемство Долком 40 У свободной экономической зоне, оно зарегистровано в мае минулого года Предприемство разместилось на мать 55 тысяч квадратных метров Былого завода пусковых рукавиков Плануемый объём инвестиций по этому проекте больше 27 миллионов долларов Почас приезду делегации любыхского воеводства На предприемстве не только рассказывают об планах, а и демонструют тое, что уже сделано Зараз завершается монтаж швейного обсталевания Уже в наступном месяце почнется вытворчить шахло для мебли Выпуск основной продукции плануется почать в середине наступного года По кольу штат залечено 40 працующих Але охотка, гэтая лечба, появляется у разы Время подсказывает, и бизнес меняется так быстро, что на сегодняшний день машины входят какие-то новые в жизнь, правда, технологические линии Поэтому мы планируем 600-800 человек Знакомитый украинский спевак, композитор, актер и автор песен Олег Винник Сустрелся со своими белорусскими прихильниками В гастрольную частку по нашей краине вошли Минск и Гомель В день концерта Олег Винник сустрелся с нашей здымочной группой До начала концерта еще несколько минут За кулисами артист Олег Винник рыхтуется до встречи со своими гомельскими прихильниками Это первая гастроль украинской зорки в Беларуси Тому артист признается, что крыху хвалюется Я думаю, что для каждого артиста вот такого плана дебюты, пересечения границ И дальше петь, нести свое творчество, свою песню людям Это очень важно И я желаю всем, чтобы каждый артист это переживал И чтобы всегда пересекались границы И чтобы вообще не было этих границ в плане творчества Хотя чисто с человеческой точки зрения Да, переживания есть Но так, чтобы я сказал, что я где-то нахожусь как-то не в своем таком То я не могу сказать Гомель стал первым городом в Беларуси На сцену о кого вышел Олег Винник Для беларуских глядачов артист подрыхтовал великую программу У якую вышли лепшие песни за некольки годов Дарыча артиста трымал популярность не только на эстраде На европейской и сусветной театральной пляцовце имя Олега Винника так само добра вядома И он спевал у оперы «Тоска» и оперетти «Паганине» Блескуча выканал роли Жана Вальжана у мюзикле «Адрынутая» и «Чорного принца» у постановцы «Элизабет» Телеглядачам Олег Винник вядомы по ролях у телесериалах У 2011 годе почал займаться эстрадной карьерой За амаль две годины, что протягывался концерт, Олег Винник выканал усе хиты и представил некольки премьер У замен на свою творчасть артиста трымал гучные аплодисменты и некальки разов проспевал на бис Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гумель» На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля Добрых вам новинов и сачыте за эфиром Редактор субтитров А.Семкин